Благословите Владыка. Бог помощь нам всем. Скажите, пожалуйста, какая позиция на сегодняшний день епископата, предстоятеля Чешской Православной Церкви? Был ли направлен ответ патриарху Варфоломею на его призыв признать новую церковь в Украине, ПЦУ, как ее здесь называют? Что вы об этом знаете, что можете сказать? В том числе и, конечно, ваша личная позиция интересует. Что касается позиции Православной Церкви Чешских земель и Словакии по поводу украинских дел, она уже была высказана в июне 2018 года, когда было сказано, что весь этот вопрос должен решаться всеправославным консенсом и строго по священным канонам, что нельзя вмешивать политику в церковные дела. Эта позиция нашей поместной церкви до сих пор не изменилась. И я уверен, что она не будет и не должна меняться. В нашей епархии, лично Михайловско-Кошицкой в Словакии, которая находится уже на самой границе с Украиной, во время архиерейского богослужения лично молюсь всегда за великим входом о блаженнейшем митрополите Киевском и всей Украине, Онуфрии с богохранимой паствою, гоним их Христа истинной ради. И народ привык и радуется из-за этого. В этот момент я хотел бы сказать, что я здесь не нахожусь по никаким официальным делам. Я здесь приехал как паломник, потому что есть хорошие друзья среди епископата, духовенства и верующих Украинской Православной Церкви. Я просто приехал помолиться, поддержать немножко, потешиться с вами. И приехал, потому что очень хочется соединиться именно вокруг Евхаристического Христа, который нас соединяет. Пусть сложные обстоятельства, пусть они есть, но ничего не меняется. Церковь Христова, такая, какая была, она и есть. Я очень надеюсь, что буду иметь возможность встретиться с блаженнейшим митрополитом Киевским и всей Украиной, Онуфрием, принять его благословение и немножко лично пообщаться о положении дел, чтобы я смог, когда у нас будет священный Синод, проинформировать его блаженство, митрополита Ческих земли Словакии, господина Ростислава и прочих синодальных архиереев лично о узнанной информации и оценке положения дел от лица его блаженства, митрополита Киевского Онуфрия. Пока священный Синод нашей Церкви не принял решение по этому поводу, значит, я могу говорить от самого себя, не от имени нашей Поместной Церкви. Я думаю, что самым лучшим решением этого вопроса это бы было то, что предлагали многие уже Поместные Церкви, это все православные синоксисные представители православных церквей. Все это должно быть решено, учитывая мнение всех Поместных Церквей, потому что я уверен, что ни одна Поместная Церковь не является какой-нибудь суперцерковью, которая имеет власть над другими. Просто мы должны договариваться вместе, и это очень-очень важно, чтобы кто-то из Поместных Церквей собрал именно такой синоксис. Слышали ли Вы о том, что вот здесь у нас, в Украине, существует угроза передачи Почаевской, Киево-Почаевской новой структуре? Что Вы думаете об этом, и будете ли Вы их посещать, если вдруг такое случится, и передадут их новосознанным Церквям? Слушайте, я уверен, что их никогда не передадут, потому что, во-первых, Господь это не благословит, и во-вторых, народ не даст. Это же святыни Церкви Христовой, и их нельзя брать никакими посягательствами. Можно даже во время коммунизма, когда закрыли лавру, вот никто святыню не прикоснулся, она же стояла на своем месте. И я думаю, что не дойдет до такой ситуации, просто Господь не разрешит. Я уверен всем своим битьем в это. Что на данном этапе в Чешской Православной Церкви известно, о том, что здесь происходит? Известно ли о давлении на ОПЦ государства, о том, как переводят храмы в новосозданную структуру, о законопроектах, как бы некоторые из них называют, один принятый из них — это законопроект о переименовании, второй, о рейдерских переходах, которые… Захватов полностью. Да, да. Известно ли об этом? И что вообще в европейском сообществе думают о вот таких вот методах, я не знаю, религиозных каких-то решений, религиозных вопросов в Украине? Конечно, потому что и у иерархов, и у духовенства, и у верующих нашей поместной церкви Чешской земли Словакии есть свои знакомые на Украине. И люди общаются, и мы узнаваем, даже читая церковные СМИ, что случается в этот данный момент на Украине. Невероятно, что в 21 веке в Европе, потому что Украина — это часть Европы, да, конечно, и всегда была, что такое может происходить. Знаете, что самое страшное? Когда власть пытается использовать словарь религиозный и церковный, чтобы покрывать свою жадность, чтобы получить и приобрести какой-то священный статус, в лице народа, и у меня один вопрос. Можно вы мне ответите на этот вопрос? Нужна ли сейчас эта религиозная война, так говоря, в Украине, или есть у Украины другие проблемы, которые надо решать? У меня много знакомых в Ужгороде. Как я вам сказал, центр нашей епархии находится 40 километров от Ужгорода. А я знаю, что там людям нет что есть, что нет из чего жить, нет как заплачивать коммуналку. И я думаю, что это надо решить власти именно и государству, чтобы народ не уходил из Украины, чтобы они здесь жили, чтобы здесь работали люди, чтобы им было где и как жить. И оставить церковные вопросы церкви и Господу Богу. Я уверен, что так и должно быть. Но еще один раз повторяю, в 21 веке, то, что происходит здесь, невероятно. Невероятно. Не должно быть. Свобода, которая из нас существует, реально религиозное ощущение народа, это никакая свобода, никакая демократия, к сожалению. Что бы вы пожелали верующим Украинской Православной Церкви с ее предстоятелем вот в этой уже ситуации сложившейся непростой? Вот. И мы, конечно, ждем поддержки от всех поместных церквей, потому что это очень важно. Каждое слово. Знаете, можно сказать очень много пафосного. Но не хочется, потому что это слово. Вам здесь жить. Вам это выстаивать. Вам это отстаивать. И, во-первых, я хотел сказать бы, что у меня очень большое уважение к лицу вашего предстоятела, его блаженства, метрополита Киевского и вся Украины, Онуфрия. И к собратьям-архиереям, к священникам, диаконам, монахам, к верующему народу. Что бы я ни сказал, мне здесь не жить. Но я понимаю, что вам тяжело, потому что это касается бытового уровня людей. Людям надо ходить в храмы, люди хотят, приходят можно в свой храм и не решат вот именно такие вопросы, потому что у них уже довольно сложное житие. А вот еще, когда их выгонят из храмов, где уже найти покой, спокойствие? И где почувствовать благословение и присутствие Божие, если ты не знаешь, что случается в твоей общине, в твоем храме? Держитесь. Я знаю, что это не просто сказать, но реально за вас многие молятся. Многие, многие. И не только молятся, но некоторые стараются своими путями, каждый так, как Господь ему благословил, поддерживать вас и говорить, извините, говорить о этой проблеме. Говорить. И говорить с другими собратьями из поместных церквей и с представителями политической жизни в Европе, в Евросоюзе, например. Потому что так нельзя поступать. Церковь Христова, она не может быть никогда использована в политических целях. Я очень жалею тех, на которых сейчас проходит давление. И реально, знаете, понимаю даже тех, которые не способны выдержать, которые можно сломиться. Но это не навсегда. Потому что если тебя угрожают, угрожают детьми, Господь всех подкрепляет, ну не все можно, не знаю, способны это выдержать. Дело в том, что не надо портить дружественных отношений с людьми, даже у которых нет сил. Но и заключая эти слова, потому что словами не выскажешь, я бы хотел низко склониться пред вашим предстоятелем, пред вами, пред верующими украинцами православными, которые любят свою церковь, не как идеологию, а как маму, как место, где они получают смысл жизни и Божьи благословения, эти люди не продадут, не выдадут свою церковь никогда. И большое поклонение, я низ поклоняюсь таким людям, исповедникам и страдалцам. И дал бы Бог, чтобы вы все выдержали. Будете сильны. Это должно, есть какой-то повод. Господь знает, почему это происходит. Но страдание, распятие, оно не навсегда. После этого должно прийти и воскресенье. Нам, наверное, надо что-то узнать, не только вам, и нам всем православным, всем поместным церквам, почему это есть. Можно нам надо обратить внимание на конкретные вопросы, проблемы, экклезиологии, понимание этого, что церковь есть и что церковь нет. Можно мы зациклились немножко в поместных церквах на всяком виде национализма. Можно мы проповедуем государство и нацию и не проповедуем Христа. Тогда у нас большая проблема. Человек верующий, который осуществляет, что Господь близко, что Господь к нему говорит и усты церкви, что церковь — это не институция, а собрание конкретное, верующих, братья и сестер, у которых есть человек, который возглавляет это евхаристическое собрание, он будет способен выдержать всякого типа гонения. И еще один раз подчеркиваю, молимся за вас. Знаю, иногда надо что-то конкретнее, но от имена лично своего, нашей епархии Михайловско-Кошицкой, наших презвитеров, диаконов верующего народа, любим вас, сострадаем и очень, очень, очень сильно уважаем вас за ваше исповедничество. Нека вас Господь всех держит, благословляет и помогает вам.